Центральное телевидение Китая и First Feel Studio представляют. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Холодно мне Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok С целью тайно пробраться к железной дороге У нас подавляющие числены превосходства Нашему отряду в количестве шести человек поручено держать оборону Синюхиной гряды Где и захватить противника в плен На чем я остановился? Захватить противника в плен Согласно требованиям устава приказ отдаётся в письменной форме Шестнадцатый раз? Нет, только пятнадцатый Правильно Я решил встретить врага на основной позиции Не открывая огня предложить ему сдаться В случае сопротивления одного уничтожить А второго всё-таки взять живым На запасной позиции оставить всё имущество под охраной бойца четвертак А почему это меня в запасную? Надо говорить, разрешите задать вопрос Разрешите задать вопрос? Несущественный вопрос, товарищ боец Приказано вам? Вот выполняйте Есть Приказываю занять позиции Соня Да чтоб не шевельнулся никто Сначала я с ними говорить буду По-немецки? По-русски Мы на своей земле Это Россия Вы переведёте, ежели не поймут Ясно говорю? Ясно Ежели вы вот так вот высовываться и в бою будете То санбата поблизости нету И мамань тоже А мамань здесь ни при чем, товарищ старшина Все мы знаем Уж в кого пуля попадёт, у того точно дырка будет С немцами хорошо издаля боевать Пока вы свою трёхлинеечку передёрнете Он со своим автоматом из вас сито сделает Поэтому лежать приказываю Лежать Пока лично Огонь не скомандую А то не посмотрю, что женский род Субтитры создавал DimaTorzok 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 А, немцы! Где? А это ты! Вы усмотрели, попix?". Владимир Графович, я хотела укрыть вас. От леса до позиции — открытое поле на Яру, там немцам негде спрятаться. Мы обязательно должны выманить фрицев на это поле. Передай это девушкам. Ох уж наши девушки. Теперь тебе, как командиру, нужно говорить только то, что помогает сплочению. Вы не обижайтесь на них. Да я уже привык. Товарищ старшина, можно вас спросить? Товарищ старшина, вы женаты? Жена-то я. А где ваша жена? Известно где, дома. А дети есть? Дети. Был мальчонка. Помер. Извините. Вот. Это тебе. От советского информбюро 16 июля 1942 года 9 немецких бомбардировщиков пытались бомбить расположение наших войск на одном из участков Ленинградского фронта. Наши зенитчики открыли огонь и сбили два Юнкерса. Остальные немецкие самолеты беспорядочно скрылись. Все вместе тронулись. И вот толпа валит в пустых равнинах, а слой в перекидных корзинах детей играющих несут. Кому читаешь так? Да сиди. Кому спрашиваю, читаешь? Никому. Себе. А чего в голос? Так ведь стихи. А в голос все-таки не читай. К вечеру воздух сырой тут, плотный, а зори здесь тихие. И потому слышно аж на пять верст. И поглядывай, поглядывай. Я поглядываю, товарищ старшина. Ничего не заметила? А как все тихо? Ты все примечай, Бричкина. Костыни качаются ли? Пташки не шебаршатся. Человек-то лесной, все понимаешь. Понимаю. Скоро. Еще часик-другой. А ты знаешь, Лиза, в нашем краю есть такая припевка. Лиза, Лиза, Лизавета, что не шлешь ты мне привета? Что ты дровля не поешь, аль твой дровля не пригож? Ее и у нас поют. Потом все непременно споем с тобой, Лизавета. Вот выполним буйвой приказ и споем. Честное слово? Ну, сказал ведь. Ну, гляди, товарищ старшина. Обещал. Ой. Обещали. Так. КОНЕЦ 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 Ты чего скукожилась, товарищ боец? Холодно. КОНЕЦ КОНЕЦ Ты нервись ты, господи! Лоб давай, ну! КОНЕЦ КОНЕЦ Горит. Чёрт тебя задави совсем. Жар у тебя, товарищ боец. Чуешь? Леший с тобой шутку сыграл. Что вы говорите? Леший? Леший. Долго в трясине пробыла. Сапог потеряла. Ногу застудила. Так примешли разбавить. А что это? Микстура. Спирт. 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 Что странишься? Выпьешь и поправишься. Нет. Что вы, я не могу. Пей без разговору. Да я не буду пить. Да от этого умереть можно. Ерунда. Нет на свете такой болезни, которую бы он вылечить не мог. Ну, меня мама ругать будет. Нет здесь мамы. Война есть. Немцы есть. Я есть. Старшина Лосков. Мамы нету. Мамы у тех будут, кто войну переживет. Ясно говорю? Голова у меня побежала. Ничего. Ты спокойно поспи. А завтра как посветлеет, поправишься. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ой. А вы как же? Я здоровый. Вам городским с нашим братом не сравняться. Да я же. А ты выздоровей к завтрому. Очень тебя прошу. Выздоровей. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну что, немцы не идут? Нет. Да может, они другой дорогой пошли. Он ко мне приходил. Кто? Старшина. Он мне песню пел. Песню пел? Угу. Припевку нашу. Лиза, Лиза, Лизавета. Охахаха! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вообще-то он мужик симпатичный. Ты могла бы полюбить его? Я и сейчас могу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты что? Глупенькая! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты вода шутчок. У тебя полковники есть. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Хорошо. Тогда этого старшину я уступаю тебе. Лиза, какая же ты глупенькая. Это писатель поживет у нас немного. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Не любит. Любит. Кто там? Я. Что, скучно тебе одна? Глупости не стоит делать даже от скуки. От советского информбюро. 19 июля 1942 года в районе Цемлянской наша часть отразила две атаки немецких танков и автоматчиков. Наши бронебойщики сожгли три и подбили шесть немецких танков. Метким ружейно-пулеметным огнем уничтожили свыше 400 немецких автоматчиков. А вы что тут делаете? Почему покинули свои позиции? Идите на запасную позицию. Отдохните. Заодно присмотрите за Галкой. У нее жар. Есть. Может, зря мы здесь сидим? Может, и зря. Однако, не думаю. Если ты фрицев этих с пеньками не спутала, конечно. Может, они другой дорогой пошли. Примерно три километра. Если идти всю ночь, давно бы уже пришли. Может, у них другое задание. Тогда зачем они пришли? За языком. Или выполнили задание и снова к себе возвращаются. Да надо было сразу лес прочесать. Или брать их на марше. Вы б поспали пока, Федот Евгахович. А если что, я разбужу. Да какой тут сон? А может, они спят? Спят? Ну, тоже ведь люди. Значит, говоришь, могли они, свободное дело, отдохнуть, завалиться. В обед папа вернулся. А в шапке у него были конфеты. Субтитры подогнал «Симон» Девушки отдыхают А между прочим, кое-кто из наших девушек уже давно положил на вас глаз Ну посмотрите на себя, вы иногда как ребенок Не болтай лишнего, скоро бой, товарищ Асянина Зовите меня просто Риты, Федот Эвграфыч Ну хорошо, закурим, Рита Я не курю Ну хорошо, закурю Соня А? А ты о чем-нибудь жалеешь в жизни? Я никогда никого не любила Никогда? Нет, пожалуй, был один и единственный раз, но Я даже имени его не знаю Счастливая ты Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Женька А почему ты сказала, что я самая счастливая? Представь Ты любишь, но еще не знаешь, что чувствует он А для влюбленного это уже достаточно И ты каждую минуту, каждую секундочку думаешь, как он к тебе относится Любит ли он Но самое смешное Самое смешное, что возможно только два варианта Либо да Либо нет Но разве это важно? Ты прям философ А теперь представь, что у вас все очень взаимно Ты его любишь Он тебя любит Здорово, конечно Но тут же появляется чувство ответственности Как будто долг какой-то выполняешь И даже перед смертью Даже перед смертью ты должна подумать, не причинит ли это ему боль А сейчас тебе этого не надо Ты как круг Все в тебе И боль И радость И любовь И страдания Как ты хорошо сказала сейчас, Женька Спите, девчата Сколько можете, столько и спите А я буду оберегать вас Вы можете чувствовать себя в безопасности Вот кончится война Вернется домой Под родительское крылышко И не вспомните, небось Своего старшину По фамилии Восков Старика Воскова Разве я в самом деле такой старый? Может быть Что? Тише Слышишь? Птицы кричат Сороки белобоки шебаршат Неспроста это Видно, кто-то идет, беспокоит их Не иначе гости Не торопись, не торопись Чтобы им дойти сюда Понадобятся часа два, три К тому же их двое Только двое А нас Шесть красноармейцев Что будем делать? Давай, Сянина Поднимай бойцов Скажи им Гости пришли У старшины На противника глаз верный Не зря мы ждали Мигом Но только скрытно Чтоб ни-ни Доброе утро, товарищ старшина Здорово Как там четвертак Спит Будет не стали Правильное решение Будь рядом для связи Только не высовывайся Не высовывайся Женя, Лиза Посмотрите пока Товарищ старшина А что за бой мы будем вести? Мне кажется, что это больше похоже не на встречный А на позиционной Понадобится ли все это? Это будет атака из засады Угу Здесь положение милстава Особенности такой атаки Это нападение врасплох Нанесение внезапного удара Угу С самого начала Превосходящим огнем Сковываем противника И достигаем цели Его уничтожения Ну давайте, давайте Гости непрошенные Никому не высовываться Вот они, голубчики В маскировочных халатах С автоматами В руках несут ящики Рита Точно они Один высокий Другой чуть пониже На этот раз они не уйдут Женя Прикончит из винтовки высокого А потом схватим маленького Угу Помните Сигналом будет выстрел Из Жениной винтовки Действуем сообща Гарантирую Через две минуты Бой будет окончен Нам останется Только покрепче Связать плену И дать ему пинка с спагом Что обнаружила? Еще идут Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Одиннадцать Двенадцать Тринадцать Четырнадцать Пятнадцать Шестнадцать Шестнадцать Товарищ старшина Я правда видела только двоих Шестнадцать Шестнадцать Товарищ старшина Вижу Немедля отойти на запасную позицию Скрытно, чтоб скрытно Куда? Ползком Покуда, что ползком Жить будем Как пятерым девушкам Одному мужику справиться с шестнадцатью фрицами Эх, пулемет бы сейчас с полным диском И толковым вторым номером Даже бы и не дегтярь И то сгодился бы Автоматов бы тройку И к ней мужиков по снуровистей Может быть отправить их обратно Товарищ старшина Товарищ старшина Беселей дыши, Бричкина Это даже хорошо Что с шестнадцатых Понимаешь? Не понимаю Торога назад хорошо помнишь? Ага Гляди Правее фрицев Со снег тянется Пройдешь его Держи Опушкой Вдоль озера Там, где вы палки рубили? Молодец, девка Оттуда иди к протоке Напрямик иди Так не собьешься А дальше? Да не гоношись ты Лизавета Главное дело Это болото Бродок узкий Справа и слева Трясина Ориентир Белая береза От березы К двум Соснам Что на острове Там отдышись Не лезь сразу От островка Целься на обгорелый пень С которого я в топ Сигал Цель прямо на него Он хорошо виден Ты поведешь остальных И выведешь отсюда Доложишь Кирьянову обстановку Я тут фрицев покружу малость Но долго не продержусь Сама понимаешь Плохо девчата дело Ну ты как? Ты ничего Ну так хорошо Стало быть 16 их 16 автоматов это сила Лоб такой не остановишь И не остановить тоже нельзя А будут они здесь Совсем скоро Так надо считать Выиграть такой бой нелегко Слушаю бы его приказ Маршрут обратного пути Я подробно рассказал Лизе Вы идите вслед за Лизой Самыми быстрыми темпами Возвращайтесь на место расхворкирования Никто не должен отставать Чтобы не заблудиться Затем вы должны позвонить майору Чтобы перебросили сюда подкрепление Все поняли В приказе есть что-то непонятное Товарищ старшина Я знаю что вы сейчас скажете Ну? Что война не женское дело Возможно Приблизительно так Хорошо Хорошо мы уйдем А вы что здесь будете делать? Я? У меня тоже есть свои дела Будете задерживать фрицев? Да Один? Да И вы утверждаете Что вы один На Синюхиной гряде Задержите 16 до зубов вооруженных фрицев? А я утверждаю что нет Откуда ты знаешь? А есть в полевом уставе положение О том что женщины бойцы Встретившие противника Могут трусливо покинуть поле боя Другими словами ты не хочешь идти Я тоже никуда не пойду И я И я Я уже отдал приказ Какой приказ? Отступать? Женька Красноармеец Бричкина Времени больше нет Выступай Принтовку, мешок, скатку Все оставь Налегке дуй Мне сейчас идти? А ты что будешь ждать Пока немца окружат? Цигарку вам хотела свернуть Старшина Субтитры сделал DimaTorzok У болот в палку не позабудь Давай Давай Бояк Бричкина Побежала я Ну Дуй, Лизавета Давай Лиза Она молодец На нее можно положиться А до ночи Ежели в бой ввяжемся Нам никак не продержаться Ни на какой позиции не продержаться Потому как у них 16 сильных огнестрельных Автоматов Так что ж Смотреть, как они мимо пройдут Нельзя их тут пропустить Через гряду Как только они пройдут Синюхину гряду Дальше ровное место До железной дороги Моста, канала Рукой подать Тогда нам нужно Что-нибудь придумать Но сначала Давайте животы набьем Дальше ровно Дальше ровно Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова